Пожилой мужчина, который устроил мусорную свалку у себя в квартире в микрорайоне Советском, отказался от помощи соцработников, сообщили наши редакции. Напомню, об этой истории мы рассказывали на прошлой неделе. Свою квартиру Плюшкин за несколько лет доверху забил отходами и ненужными вещами. Дедушка перебрался на лестничную клетку и живет около мусоропровода, где теперь тоже складирует светмет и другие вещи. Соседи жалуются на запах из охламленной квартиры и полчища тараканов. Управляющая компания в курсе ситуации и пообещала убрать мусор с лестничной клетки. Так как это нарушает правила пожарной безопасности. Попасть в саму квартиру у коммунальщиков пока не получается. Дедушка никого туда не пускает. Поговорить с ним приезжали соцработники. От их помощи пенсионер наотрез отказался. Однако эксперты рекомендуют уставшим от мусора и смрада соседям не отчаиваться и написать коллективное письмо в департамент здравоохранения. Возможно, человек страдает психическим заболеванием. И патологическое собирательство – это одно из проявлений недуга. В силу особенностей сам пожилой человек может этого не осознавать. Так как мы часто сталкиваемся с такими ситуациями, и нам приходится в судебном порядке доказывать, что гражданин имеет психическое заболевание, и он нуждается в оказании медицинской помощи, и не может из-за отсутствия критики самостоятельно или в силу каких-то других препятствий обратиться за специализированной помощью, то, конечно, если такое обращение будет коллективно, то в плане, конечно же, доказывания перед судебной инстанцией для медицинских учреждений коллективное обращение будет иметь значительно большую пользу. Надо отметить, что жильцы не имеют ничего против самого дедушки. Беспокоит именно мусор. Врачи, к слову, поясняют, при оказании квалифицированной помощи и лечения такой недуг, как излишнее накопительство хлама, вполне можно излечить. При оказании ему медицинской помощи, во-первых, его состояние улучшится, то есть он на какой-то период может это прекратить, если нет, это не перешло в какую-то хроническую форму болезни. То есть тогда мы должны понимать, что периодически такое состояние может повторяться, но при условии медицинского вмешательства, медицинского лечения, назначения специализированного лечения, то тогда у гражданина это будет не столь выражено, и не столь такие, скажем так, периоды обострения болезни, они не будут так ярко проявляться для окружающих. Может быть и такое, что, в общем-то, человек может перестать делать это совсем.